Мархабан Асдихагу! Привет, друзья и подписчики канала Движение. Меня зовут Иван. Приветствую вас из горячего Катара. Как вам известно, страна находится на берегу Персидского залива. Представляет себя абсолютную монархию. Это такой маленький Эмират. Очень горячий Эмират. Практически вся страна это пустыня, столица. И единственный такой крупный город это Доха. Где я сейчас и нахожусь. За окном сейчас жара, конечно. Дневные температуры уже достигали 40 градусов. Правда сейчас немножко попрохладнее, 32. Поэтому, когда появились первые новости о распространении коронавируса в российской прессе с указанием того, что как только потеплеет, вирус пойдет на спад. Он будет уничтожен ультрафиолетом и жарой. Я как-то скептически относился к этому, потому что, когда у нас была ранняя весна, где-то в южной полушарии было уже достаточно, уже было позднее лето, начало осени. Так что, когда в Австралии, допустим, наблюдался плеск заболевания, можно было ясно провести параллель, что как бы вирус не очень реагирует. Если реагирует на солнечную активность и потепление, то это уж явно перекрывается количеством социальных контактов и кондоминозности самого вируса и его распространения среди людей. Приехал я в страну 10 марта, поэтому я немного пропустил момент, когда первые вспышки коронавируса были зарегистрированы. Поэтому тот этап, который происходил до моего приезда, я, конечно, не могу про него конкретно ничего сказать. Небольшая панорама микрорайона расположена на берегу Персидского залива. Слева недостроенный жилой комплекс, а стройку заморозили из-за вспышки коронавируса. У некоторых дома жилы на дальнем плане, на горизонте видно большое количество небоскребов. Это центр города Дохи. Здесь считается как бы окраина. Приехал я 10 марта. На тот момент было зарегистрировано случаев ковида 19, 24 или 25 человек. И ситуация на улице была спокойная. То есть я без проблем прошел контроль в аэропорту. Да, там стояли температурные сканеры. Люди мониторили проходящих людей. Но в принципе каких-то экстраординарных дознаний, исследований в моем отношении проведено не было. Разве что только спросили, откуда я. Ну в принципе было видно по моему паспорту. То есть что Россия не входила в страны с пиковым заражением коронавируса. И в принципе это было единственное, что меня спросили на границе. Поначалу все в принципе развивалось достаточно спокойно. Я здесь занят в нефтегазовом секторе. И работа у меня заключается в длительных командировках на нефтегазовые объекты. Ну и также в принципе работа на производственной базе здесь в городе. Первые дни было все спокойно. Люди, конечно, контролировали температуру на входе в супермаркет либо какой-то обычный уличный магазин продуктов. Также у нас на базе были введены меры по контролю. То есть это обязательно использование санитайзера для рук при входе или каждый там определенный период времени на регулярной основе протирания рук, потому что бактерии могли бы накапливаться. пока где-то в районе 15 марта не случилась вспышка. Резкая вспышка заболевания коронавируса, когда было обнаружено плюс 250 новых случаев. То есть в стране резко стало по 300. Это как бы было для правительства таким определенным звоночком. Начали резко закручивать условия работы и передвижения по городу. Туристов не так много, ну и местных. Ну, кое-кто просто совершает пробежки, прогуливается. Вчера наблюдал человека, который с канистрой для водяного диспенсера делал приседания. Забавно было видеть, как люди выкручиваются без спортзала. Так жизнь, в принципе, продолжается размеренным темпом. Я по первым дням. У меня не было особо времени прогуляться по городу. Но мое впечатление, что все магазины, там автомастерские, парикмахерские, ветеринарные клиники уже были закрыты. То есть даже когда я приехал 10 числа, при 25 случаях заболевания, весь малый и средний бизнес уже был закрыт. И следя за новостями, которые распространяются в прессе, я могу понять, что правительство оказывает поддержку, то есть не то, что оказывает, а оно уже один раз заявило, четко сказало, что мы вам поможем, бизнес не переживай. То есть это время надо пережить, и мы вам протянем руку. По стоку-поскоку никаких ображений и волнений я тоже не наблюдаю. Все остаются закрытыми, никто не пытается из-под пола чем-то торговать, либо незаметно работать в ночные часы, или еще как-то так, чтобы продержаться на плаву и продавать какой-то товар. То получается, что меры поддержки в каком-то плане работают. К сожалению, я не могу сказать точных цифр, сколько было обещано, но по крайней мере настроение бизнеса я могу передать, что никаких нет переживаний за то, что кто-то там разорится после снятия карантинных мер. Случился всплеск коронавирусной инфекции. Вот в стране обнаружилось под 300 человек больных, и правительство помимо того, что обязало всех появляться в резиновых перчатках, в любом офисе банка, либо в другом государственном учреждении, обязательное ношение масок при входе в продуктовый магазин, при входе в те же продуктовые магазины стоит обязательно дежурный, который проводит измерение температуры тела, такой инфракрасный датчик. И если температура превышает, передо мной заходя человек, у него температура была 37 с лишним, он попросил его отойти в сторону, поставить в тени, потому что на улице жарко, иногда бывает просто кожный покров перегревается, и необходимо было провести повторные измерения. Я не стал задерживаться там, не могу сказать точно, был ли у него какой-то случай просто, или у него реально была высокая температура или нет, но он, как бы по факту, его на самом деле попросили, то есть система работает, это не фикция, люди выполняют свою обязанность. Это одна из мер. Другая мера. В основном, когда этот произошел пик, в районе 15 марта, все в основном люди, которые были заново, ну вот у них новые случаи заражения вируса, они были из одного района города, это промышленный район он называется, и государство мгновенно, ну и правительство мгновенно, оцепило этот район, то есть был выставлен полицейский и военный армейский кордон по периметру, то есть в пределах там определенных улиц, несколько кварталов были оцеплены, и людям не позволялось въехать и выехать в эту зону. Ну, чтобы дать представление, насколько это большая территория, если вы, например, с Москвы или хотя бы были там, то площадь вот этой вот промышленной зоны, которая была оцеплена армией полицейскими, представляет собой площадь Северного Бутова и Южного Бутова вместе взятых. То есть это около 30... 35, наверное, может быть, чуть меньше квадратных километров с тех пор они начали полномерно, ну, во-первых, выявлять людей, которые там были оцеплены, которые там проживают, проводить исследования на коронавирус, в основном все новые случаи оттуда, потихонечку проводить дезинфекцию улиц, опрыскивание всякими средствами, там протираниями, какие-то дезинфекционные методы были сделаны, чтобы сократить площадь контролируемой территории. Но те компании, конечно, у которых были производственные мощности, остались под контролем в этой запретной зоне, они, конечно, оказались парализованы. Моя компания в их числе, поэтому у меня буквально после приезда было 4-5 дней, ну, неделя, грубо говоря, возможности побывать на производственном, на городском производственном объекте, чтобы там пройти какие-то инструкции, сертификаты получить необходимые. И с тех пор у нас был разослан приказ по компании находиться на самоизоляции с минимальными возможными контактами с окружающими людьми. Все связи идут по интернету, там онлайн-митинги, там конференции. Поэтому у меня сейчас достаточно времени заняться самообучением, прочитать книгу, пополнить какие-то знания по специальности, ну, и в принципе потратить много времени на себя. Да, гуляние гулянием, но мы приближаемся к центральному супермаркету, и если можете заметить, есть ли за мной люди или нет, ну, уже все одевают потихоньку маски, одевают с собой защитные перчатки на руки, концентрация людей на улице увеличивается. Вот. Это центральный бульвар, так сказать, и по идее сегодня суббота, он должен быть очень насыщенный толпой, или должны гулять, но, тем не менее, сидят по домам, стараются соблюдать все карантинные меры, которые предписаны правительством. Вот такая ситуация. После введения жестких карантинных мер людям было запрещено находиться рядом друг с другом, то есть необходимо было держать дистанцию в два метра друг от друга. тем не менее, случаются моменты, когда люди нарушают этот запрет. У меня была ситуация, когда я оказался волей судьбы в таком густонаселенном квартале иностранцев, иммигрантов с Азии, Африки, так что такой типично арабский квартальчик. Вот. И, в общем, люди там, конечно, снуют по улицам, постоянно общаются, кучкуются, и особое внимание полицейских патрулей, конечно, направлено на эти районы. Были случаи, наблюдал, полицейские просто останавливаются через открытое окно, либо просто, выходя уже из машины, выходят и разгоняют людей, проводят лекции, какие-то разъяснительные с ним, почему это нельзя находиться, чтобы люди держались друг от друга. Ну, в общем, никто не пытается с этим спорить, но и никаких агрессивных мер от полиции с применением спецсредств не проявляется. То есть, все больше как бы на фоне коммуникации здравого смысла. По магазинам и продуктам жесткие меры были введены. Естественно, они коснулись, помимо малого и среднего бизнеса, это и распределение продуктов питания. То есть, крупные торговые центры пришлось закрыть, если раньше можно было гулять по торговому центру, покупать еду в фудкортах, в Макдональдсе, в KFC, либо в каких-нибудь других предприятиях быстрого питания, то следующим этапом введения жестких мер со стороны правительства это стало закрытие всех подобных организаций. То есть, в фудкорт уже невозможно было прийти, можно было прийти заказать еду и только с собой унести ее. И через пару дней было еще более жесткие требования. То есть, как-то не сразу жестко, но немножко поэтапно они довели ситуацию, что было запрещено, фудкорты были вообще закрыты, и торговые центры были закрыты. То есть, от входа осталось такой узко-направленный коридорчик до эскалаторов, если есть необходимость подняться к определенным супермаркетам, и все. То есть, по торговому центру невозможно уже больше гулять, можно просто зайти и выйти, купить продукты и все. Но я наблюдал ажиотаж покупки продуктов. Люди с огромными тележками затаривались всем подряд, от туалетной бумаги до фруктов и овощей, кофеварки, даже до такого доходило. То есть, не сказать, что это предметы первой необходимости. Большие очереди наблюдались на кассах, определенные стюарты просили людей растянуться в очереди, держать перестанцию в два метра. Но это не продолжалось долго, сейчас все, в принципе, опять вошло в разумную, такую размеренную колею. Я не наблюдал даже в пике закупок каких-то случаев дефицита и пустых полок. Все работало. Снабжение работало как часы, перебоев не наблюдалось. Всегда было все на месте. Маски и перчатки всегда были в аптеках, даже в аптеках которых огромный поток людей, таких торговых центров, которые работают. И если пару раз заходил, один раз не было масок, навсегда были респираторы, которые можно было приобрести. То есть не было такого, что вообще прям ничем не могли помочь, чтобы защитить себя от распространения вируса. Также работают газозаправочные станции, бензоправки. Как я уже сказал, страна это Эмират, абсолютная монархия и распределение природных нефтегазовых ресурсов тоже осуществляется монополистом. Здесь одна компания Вакуд продает нефтепродукты, распределяет их. То есть там можно и газ, бензин, дизель, все подряд купить. На заправке цены устанавливаются, они как-то, ну, они не плавающие, как у нас, там нет такого табло при въезде на заправку, где ты видишь вот реалтайм, прям цены, которые могут обновляться там от часа к часу. Цены устанавливаются в конце предыдущего месяца. То есть вот сейчас был апрель, цены на март я узнал в конце апреля и на май, прошу прощения, на май в конце апреля и они не изменятся в течение месяца. То есть что бы ни произошло. Вот цены на май такие у нас, что дизель и 95-й стоят 1 реал 5 дирхам, 1.05 местной валюты катарского реала. 91-й, это другая марка бензина, стоит 1 реал ровно. Причем в апреле цены были 1.35 на 95-й и дизель. То есть можно видеть, что на 0.3 на 30 местных копеек бензин подешевел. То есть цены, конечно, не меняются от дня к дню, но они реагируют на биржевую стоимость бензина. То есть, да, если дать представление вам стоимости на переводе, стоимости бензина при переводе на рублях, то получается сегодня рубль, по-моему, 20 рублей 70 с хвостиком копеек, по-моему, за 1 катарский реал. То есть можете себе представить, что 20.7 рублей за литр 91-го здесь бензина и, грубо говоря, чуть меньше 21-го рубля за литр дизеля и 95-го. Вот такая ситуация вкратце. Свободного времени достаточно много, но оно, в принципе, уходит на самоподготовку, самоподготовку по рабочим моментам, ну и в личном плане поучиться, почитать какие-то новости, статьи, пройти какие-нибудь тренинги. Также приходится часто общаться с семьей, потому что из-за текущей ситуации оказались по разной стороны разделенными, так сказать, семья с маленьким ребенком, жена с маленьким ребенком у меня сейчас в России, в Москве, я здесь, так что мы стараемся не унывать, общаемся в WhatsApp и Skype, поддерживаем друг друга, стараемся найти какие-то плюсы в данной ситуации, например, вот что можно в свободное время потратить вот на себя, что тоже не приходится жаловаться на отсутствие свободного времени как обычно, вот, можно заняться физической активностью на улице, я частенько вижу людей, которые бегают по вечерам, они не носят перчатки, не маски, за ними не гоняются, сотрудники милиции не спрашивают про пуска, в принципе все держат социальную дистанцию, если получается так, что люди пересекаются на тротуаре, они просто оббегают, обходят друг друга, то есть, как-то все с головой подходят с ответственностью к данным мерам, не оказывают какое-то психологическое действие на другого, то есть, вот, например, я стараюсь не пугать кого-то, иду, одеваю обязательно маски, перчатки, что, ну, мало ли, человек по-разному может относиться к карантинным мерам, поэтому стараюсь сделать по максимуму, что от меня зависит, чтобы не подвергать кого-то волнением или воздействием, вот, свободное время, конечно, люди выходят на улицу, гуляют с собакой, то есть, идет размеренная жизнь, но просто все как-то немножко держатся на расстоянии, нет такой скучности, гуляют по набережной, вот, так что, такая у нас здесь ситуация, не знаю, насколько это долго продлится, по последней информации, по крайней мере, учитывая рост заболевания по экспоненте, что здесь тоже около 7, больше 7 тысяч уже заболевших при 10 смертельных случаях, не думаю, что все в ближайший месяц у нас здесь закончится, по счету послаблений тоже не слышно в плане карантинных мер, так что, будем искать, чем заняться, в свободное время, как друга поддержать, вы тоже не унывайте, вот, все это когда-нибудь закончится, и сегодня, завтра, так что, вот, не отчаивайтесь, потратьте это время с умом, берегите себя, берегите своих близких, старших родственников, вот, не болейте, и всего вам хорошего! субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...